Анна Ахматова. От счастья я не исцеляю. Директор Царскосельской Императорской Николаевской Гимназии, поэт, переводчик, специалист по античной литературе Иннокентий Федорович Анинский в предисловии книги «Критических очерков» объяснял. Критик стоит обыкновенно вне произведения. Он его разбирает и оценивает. Я же писал здесь только о том, что мной владело, зачем я следовал, чему я отдавался, что я хотел сберечь в себе, сделав собою. Вот в каком смысле мои очерки – отражение. Это вовсе не метафора. Но, разумеется, поэтическое отражение не может свестись на геометрический чертеж. Если даже механически повторяя слово, мы должны самостоятельно проделать целый ряд сложных артикуляций, можно ли ожидать от поэтического создания, чтобы его «отражение» стало пассивным и безразличным? Само чтение поэта есть уже творчество. Поэты пишут не для зеркал и не для стоячих вод. Анненские книги «Отражения» Не всегда открывается та же, залетая чернилом страница. Я уйду от людей, но куда же? От ночей мне куда схорониться? Иннокентий Анненский. Тоска припоминания Мысль Анненского о природе языковой динамики Самое чтение поэта, есть уже творчество. В работе «Культура и взрыв» развивается выдающимся советским культурологом и литератороведом Юрием Михайловичем Лотниным. Мы покружены в пространство языка. Мы даже в самых основных условных абстракциях не можем вырваться из этого пространства, которое нас просто обволакивает. Но частью которого мы являемся и которая одновременно является нашей частью. И при этом наши отношения с языком далеки от идиллии. Мы прилагаем гигантские усилия, чтобы вырваться за его пределы. Именно ему мы приписываем ложь, отклонение от естественности, большую часть наших пороков и извращений. Попытки борьбы с языком так же древние, как и сам язык. История убеждает нас в их безнадежности с одной стороны и неисчерпаемости с другой. Конец цитаты Осенью 1910 года Анна Андреевна Ахматова сходила с ума от кипарисового ворца, посмертного сборника стихов Иннокентия Федоровича Анинского, выход которого из печати считала величайшим событием. Забыв всё на свете, она прочла его корректуру в Брюловском зале Русского музея и что-то стала понимать в поэзии, чтобы заговорить голосом, который на чёткий музыкальный слух Осипа Мангельштама души раскалывает недра. Подражание Анинскому И с тобой, моей первой причудой, я простился, восток голубел, просто молвила, я не забуду, я не сразу поверил тебе. Возникают, стираются лица, мил сегодня, а завтра далёк, отчего же на этой странице я когда-то загнул уголок. И всегда открывается книга в том же месте, и странно тогда, всё как будто с прощального мига не прошли невозвратно года. О, сказавший, что сердце из камня, знал наверно, оно из огня, никогда не пойму, ты близка мне или только любила меня. 1911 Насколько бы образцовой не была классика, полностью стабильных, не изменяющихся языковых структур не существует. И граница, отделяющая замкнутый мир знаков и текстов, мир семиозиса от внесемиотической реальности вещей и процессов, всегда остаётся открытой. Она постоянно пересекается вторжениями из внесемиотической сферы, которые, врываясь, вносят с собой динамику, трансформируют само пространство, хотя одновременно сами трансформируются по его законам. Одновременно семиотическое пространство постоянно выбрасывает из себя целые пласты культуры. Они образуют слои отложений за пределами культуры и ждут своего часа, чтобы вновь ворваться в неё настолько забытыми, чтобы восприниматься как новые. Обмен с внесемиотической сферой образует неисчерпаемый резервуар динамики. Это вечное движение не может быть исчерпанным. Оно не поддаётся законам энтропии, поскольку постоянно воссоздает своё разнообразие, питаемое незамкнутостью системы. Юрий Лотман «Культура и взрыв» Брак, путешествия, литературная деятельность, да что там, сама жизнь Губелёвых начала десятых годов – это постоянные вторжения из внесемиотической сферы, постоянная трансформация пространства мысли, языка, поведения. В январе 11 года жена русского посланника в Абиссинии Чемерзина сообщала в России. Здесь у нас в Одиссабебе проживает временно декаденский поэт Гумелёв, окончивший Сорбонну и числящийся теперь на последнем курсе Петербургского университета. В мае месяце он женился на киевлянке, а уже в августе в конце выехал в Абиссинию и пребывает здесь неизменно. Мы, конечно, не спрашиваем его о причинах, побудивших его покинуть жену, но он сам высказался так, что между ним и его женой решено продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюблённость. Вероятно, он скоро уезжает через пустыню и черчар. Решил предпринять этот путь после тысячи самых невероятных проектов. Две зимы к ряду Николай Гумелёв проводит в Абиссинии, той стране, что могла быть рай. Для петербуржца начала двадцатого века его африканские путешествия и приключения невероятны. Однако самый невероятный его проект, неисчерпаемый резервуар динамики чувств, переживаний и творчества, безусловно оставался в России. Над водой Стройный мальчик-пастушок, Видишь, я бреду, Помню плащ и пасашок на свою беду. Если встану – упаду, Дудочка поёт – дуду. Мы прощались, как во сне, Я сказала – жду. Он, смеясь, ответил мне – Встретимся в аду. Если встану – упаду, Дудочка поёт – дуду. О, глубокая вода В мельничном пруду, Не от горя, от стыда Я к тебе приду, И без крика упаду, А вдали звучит дуду. Апрель 1911. «Всё искусство наших дней», – писал Фёдор Сологух, – «искусство стремительное и волевое. Для него характерны не столько те новые направления, которые так часто возникают в нём, сколько самая неустанная смена этих направлений. В искусстве мы, люди наших дней, постоянно стремимся к новому, А история дополняет наше искание, немножко успокаивает нашу суету, порою крикливую и неприятную, И из нового отбирает для хранения в благодарной памяти потомство только достойное. Впрочем, может быть, было бы неплохо, Если бы мы и сами, проникнувшись справедливым духом строгой истории, Радостно и жадно приветствуя всё новое, Отбирали из неё достойное. Это ведь и соответствовало бы волевому характеру нашей эпохи. Зачем же нам ждать приговоров неторопливой истории, Когда мы и сами легко различим, Что приходит к нам в широком русле общемирового устремления, И что подарена нам прихотью взбалмошной айсы, Весёлой Мойры, любящей только анекдоты и охотничьи рассказы. Фёдор Сологух. Искусство наших дней. Путь поэта, скорее провидение, чем слепая судьба, Приводит Анну Ахматову в цех поэтов, Организованный Николаем Гумилёвым, Осипом Мандельштамом и Сергеем Городецким в 1911 году. Последний к тому времени уже пережил увлечение языческой мифологией Славян сборники стихов «Ярь», «Перун», «Дикая воля». После большевистского переворота Городецкий будет слагать агитки для бойцов Красной Армии, приветствия пролетарским поэтам и партийным съездам, оперные либретто и даже сочинит кантату «Песнь партий». В 1911 году Анна Ахматова к этим игрищам опоздала, а в игрищах советских сочинителей и цирковых программах, несмотря на природную свою гибкость, принимать участие никогда не желала. Цех поэтов 1911-14 годы Гумилёв, Городецкий, Синдики, Дмитрий Кузьмин Караваев, Стрявчий, Анна Ахматова, Секретарь, Осип Мандельштам, Владимир Нарбут, Зинкевич, Бруни, Георгий Иванов, Адамович, Гиппиус, Моравская, Елизавета Кузьмина Караваева, Чернявский, Лозинский, Радимов, Юнгер, Бурлюк, Велимир Хлебников. Первое собрание у Городецких на Фонтанке. Был блок – французы. Второе – у Лизы на Манежной площади. Потом у нас в Царском – Малое 63, у Лозинского на Васильевском острове, у Бруни в Академии художеств. Акмеизм был решен у нас в Царском селе – Малое 63. Анна Ахматова. Листки из Дневника. Я пришла сюда бездельница, все равно мне где скучать. На пригорке дремлет мельница, годы можно здесь молчать. Над засохшей повеликою мягко плавает пчела, у пруда русалку кликаю, а русалка умерла. Затянулся ржавой тиною, пруд широкий обмелел, над трепещущей осиною, легкий месяц заблестел. Замечаю все, как новое, влажно пахнут тополя. Я молчу, молчу, готовая, снова стать тобой земля. 23 февраля 1911. Царское село. Первое заседание цеха поэтов на квартире у Сергея Городецкого, 20 октября 1911 года. Второе у Гумилёвых в Царском, 1 ноября того же года. 2 ноября синдик цеха поэтов уезжает в Финляндию, проведать в санатории смертельно больную Машу Кузьмину Караваеву. И 10 ноября на третьем заседании у Кузьминых Караваевых в квартире на Манежной площади Анна Ахматова присутствует без супруга. Тогда состоялось ее знакомство с Михаилом Леонидовичем Лозинским, элегантным петербуржцем и восхитительным остряком, чьи стихи были строгие и всегда высокие, свидетельствующие о напряженной духовной жизни. Дружба наша началась как-то сразу и продолжалась до его смерти, 31 января 1955 года. Тогда же, то есть в десятых годах, составился некий триумвират Лозинский, Гумилёв и Шелейков. С Лозинским Гумилёв играл в карты, Шелейко толковал ему Библию и Талмуд, но главное, конечно, были стихи. Гумилёв присоветовал Маковскому пригласить Лозинского в секретари, в Аполлон. Лучшего подарка он не мог ему сделать. Бездельник и лентяй, болтун, Маковский , был за своим секретарем, как за каменной стеной. Лозинский прекрасно знал языки и был до преступности добросовестным человеком. Скоро он начал переводить, счастливо угадав, к чему ведом. На этом пути он достиг великой славы и оставил образцы непревзойденного совершенства. Но все это гораздо позже. Тогда же он ездил с Татьяной Борисовной в оперу, постоянно бывал в бродячей собаке и возился с Аполлоновскими делами. Это не помешало ему стать редактором нашего гиперборея и держать корректуры моих книг. Он делал это безукоризненно, как все, что он делал. Я капризничала, а он ласково говорил. Она занималась со своим секретарем и была не в духе. Это на тучке, когда мы смотрели четки и через много-много лет из шести книг 1940-х. Конечно, раз вы так сказали, так и будут говорить, но, может быть, лучше не портить русский язык. И я исправляла ошибку. Записные книжки Анны Ахматовой Михаил Лозинский стал одним из создателей советской школы поэтического перевода, автором образцового перевода божественной комедии Данте Алигеле, самого всеобщего из стихотворцев, писавших на новых языках, как сказал Томас Элли. Земную жизнь пройдя до половины, Михаилу Лозинскому Он длится без конца, Янтарный тяжкий день, Как невозможна грусть, Как тщетно ожиданье, И снова голосом серебряным олень Зверинце говорит о северном сиянии. И я поверила, что есть прохладный снег И синяя купель для тех, кто нищ и болен, И санок маленьких такой неверный бег, Подзвоны древних, далеких колоколем. 1913. Литературная деятельность молодой поэтессы в цехе поэтов, участники которого вошли в авторский и отчасти редакторский коллектив, учрежденного в октябре 2009 года журнала «Аполлон», не осталась незамеченной. 13 декабря 1911 года в газете «Киевская мысль» появилась неблагозвучная рецензия господина Вайталовского на столичный альманах, где, между прочим, упоминалось об очередных диковентах – госпожах Ахматовых и господах Ауслендерах. Более проницательной была петербургская критика. Георгий Чулкув в рецензии, опубликованной в газете «Утро России», отмечал изысканность поэтического дара Ахматовой, утонченность переживаний и смертельный яд иронии, который, как в бокале благоуханного вина, тайно заключен почти в каждом ее стихотворении. Сергей Городецкий в газете «Речь» писал о прелестных стихотворениях Анны Ахматовой, полных такой близости к интимному переживанию такого острого аромата женской жизни. Сколько просьб у любимой всегда, у разлюбленной просьб не бывает. Как я рада, что нынче вода под бесцветным улетком замирает. И я стану, Христос, помоги, на покров этот светлый и ломкий, а ты письма мои береги, чтобы нас рассудили потомки, что почетливей и ясней ты был виден им мудрый и смелый. В биографии славной твоей разве можно оставить пробелы? Слишком сладко земное питье, слишком плотны любовные сети. Пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебнике дети, и печальную повесть узнав, пусть они улыбнутся лукаво, мне любви и покоя не дам. Подари меня горькой славой. 1913. 29 декабря 1911 в Сан-Ремо, в Италии, скончалась Мария Александровна Кузьмина Караваева. Ей посвящен весь первый отдел сборника стихов Николая Гумилева «Чужое небо» . Однолюбом Гумилев не был, оттого в его творчестве самые разные произведения хранят память о возлюбленном. Анне Ахматовой посвящены романтические цветы , три четверти лирики жемчугов , несколько песен из «Чужого неба». Ее образ завладел им самой первой встречи на катке в царском селе и был с ним с его первого сборника «Путь-конквистадор» . Вплоть до последних лет жизни стихотворения «Эсбеки» , «Память» . А 31 декабря в Санкт-Петербурге в подвале дома Жако на Михайловской площади антрепренёром Борисом Прониным было открыто литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака» . На эмблеме художником Добужинским были изображены театральная маска и лохматы пёс дворовой породы – символ бесприютного, как дворняга, артиста. Георгий Иванов, будучи в эмиграции, вспоминал. Бродячая собака была открыта три раза в неделю – в понедельник, среду и субботу. Собирались поздно, после двенадцати. Чтобы попасть в собаку, надо было разбудить сонного дворника, пройти два засыпанных снегом двора, в третьем завернуть налево, спуститься вниз ступени десять и толкнуть обитую клеёнкой дверь. В тот час же вас ошеломляли музыка, духота, пестрота стен, шум электрического вентилятора, гудевшего, как аэроплан. Вешальщик, заваленный шубами, отказывался их больше брать. «Нету местов!» Перед маленьким зеркалом толкутся прихорашивающиеся дамы и загораживают проход. Дежурный член правления Общества интимного театра – как официально называется собака – хватает вас за рука. Три рубля и две письменные рекомендации, если вы фармацевт. Полтинник со своих. Наконец, все рогатки пройдены. Директор собаки Борис Пронин, доктор эстетики Гонорис Каузо, как напечатано на его визитных карточках, – заключает гостя в объятия. «Ба! Кого я вижу! Сколько лет, сколько зим, где ты пропадал? Иди!» – жест куда-то в пространстве. «Наши уже все там!» – и бросается немедленно, как к кому-нибудь другому. Свежий человек, конечно, озадачен этой дружеской встречей. Не за того принял его Пронин, что ли? – Ничуть. – Спросите Пронина, кого это он только что обнимал и хлопал по плечу. Почти, наверное, разведет руками. А чёрт его знает! Георгий Иванов, Бродячая собака Все мы, бражники здесь, блудницы, Как невесело вместе нам На стенах цветы и птицы Томятся по облакам. Ты куришь чёрную трубку. Так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, Чтоб казаться ещё стройней. Навсегда забиты окошки. Что там – изморось или гроза? На глаза осторожной кошки Похожи твои глаза. О, как сердце моё тоскует! Несмертного ль часа жду, А та, что сейчас танцует, Непременно будет в аду. 1913. Комнат в «Бродячей собаке» всего три. Буфетная и две залы. Одна побольше, другая совсем крохотная. Это обыкновенный подвал. Кажется, в прошлом Ренсковой погре. Магазинчик, где продавали ренские римы. Теперь стены пёстро расписаны Судейкиным, Белкиным, Кульбиным. В главной зале вместо люстры выкрашены сусальным золотом обруч. Ярко горит огромный кирпичный камин. На одной из стен – большое овальное зеркало. Низкие столы, соломенные табуретки. Всё это потом, когда собака перестала существовать, с насмешливой нежностью вспоминала Анна Ахматова. Да, я любила их те сборища ночные, На маленьком столе стаканы ледяные, Над чёрным кофеем пахучий тонкий пар, Камина красного тяжёлый зимний жар, Веселость едкую литературной шутки, И друга первый взгляд – беспомощный и жуткий. Есть ещё четверостишая Кузьмина, Кажется, нигде не напечатанная. Здесь цепи многие развязаны, Всё сохранит подземный зал, И те слова, что ночью сказаны, Другой бы утром не сказал. Действительно, сводчатые комнаты собаки, Заволоченные табачным дымом, Становились к утру чуть волшебными, Чуть из Гоффмана. На эстраде кто-то читает стихи, Его перебывает музыка или рояль, Кто-то ссорится, кто-то объясняется в любви, Пронин в жилетке. Пиджак часам к четырём утра Он регулярно снимал. Грустно гладит свою любимицу мушку, Лохматую злую собачонку. Ах, мушка, мушка, Зачем ты съела своих детей? Ражий Маяковский Обыгрывает кого-то в Орлянку. Судейкина, похожая на куклу, С прелестной какой-то кукольной Милеонхолической грацией, Танцует Колечку в свой коронный номер. Сам мэтр Судейкин, Скрестив по-наполеоновски руки, С трубкой в зубах мрачно стоит в углу. Его совиное лицо неподвижно и непроницаемо. Может быть, он совершенно трез, Может быть, пьян, Решить трудно. Георгий Иванов – Бродячая собака. По свидетельству Георгия Иванова К своему успеху в литературе Анна Ахматова относилась сдержанно И даже смущённо. «Молитесь на ночь, чтобы вам вдруг Не проснуться знаменитым», – знала она. Вместе с известностью поэтессы Ширилась и росла молва О её шарме и красоте, И это кружило голову Молодой женщины сильнее всего. Молва была не случайной, И с проезжающего мимо царского кортежа С ней раскланивались и стрелки, и генералы. Осип Мандельштам описывал так. Ахматова В полоборота, о, печаль, На равнодушных поглядела, Спадая с плеч окаменела Ложно-классическая шаль, Словещий голос, горький хмель, Души расковывает недра, Так негодующая Федра Стояла некогда Рошель. 1914 Предвоенные годы стали временем Расцвета Парнаса Серебряного века. Успех, слава, известность Сопровождали появление новых талантов, Открывающих новые возможности Русской литературы двадцатого века. Эти возможности были не одни только слова-слова-слова, Но и сам образ мысли И деятельность творческого меньшинства. Семиотическое пространство Продуцировало целые пласты культуры Русского модерна, Которые, благодаря постоянному обмену С внесемиотической сферой, Служили общей социокультурной динамике И творческому преобразованию Структуры жизни дореволюционной России. Преобразование было настолько интенсивным, Что скорее напоминало культурный взрыв, Чем поступательное развитие. «Теперь уже женщине не надо было притворяться Способной играть роль мужчины», Отмечал Юрий Лотман. Это породило неслыханный эффект. Начало двадцатого века Выплеснуло в русскую поэзию Целую плеяду гениальных женщин-поэтов. И Ахматова, и Цветаева Не только не скрывали женскую природу Своей музыки, они её подчёркивали, И тем не менее их стихи не были женскими стихами, Они выступили в литературе не как поэтессы, А как поэты. Юрий Лотман. «Культура и взрыв» Набросок с натуры. Что же касается стихотворения в полоборота, История его такова. В январе четырнадцатого года Пронин устроил большой вечер бродячей собаки Не в подвале у себя, а в каком-то большом зале На конюшенах. Обычные посетители терялись там Среди множества чужих, То есть чуждых всякому искусству людей. Было жарко, Людно, шумно и довольно бестолково. Нам это наконец надоело, И мы, человек двадцать-тридцать, Пошли в собаку на Михайловской площади. Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из залы Стали просить меня почитать стихи. Не меняя позу, я что-то прочла. Подошел Осип. «Как вы стояли, как вы читали, И еще что-то прошали». Анна Ахматова «Листки из дневника» В пышном доме графа Зубова О блаженстве о Италии тенор пел. С румяных губ его Звуки тая улетали и, За окном шумя полозьями, Пешеходами, трамваями, Гаснул, как в туманном озере, Петербург незабываемый. Абажур зажегся матовым, В голубой овальной комнате, Нежно гладя, псал Ахматова, Предсказала мне Ахматова, Этот вечер вы запомните. Георгий Иван Приходи на меня посмотреть, Приходи, я жива и не буду. Жизнь – опыт со смертельным исходом, И вся от шуточных стихов до романса. За столом идёт упражнение в писании шуточных стихов. Все ломают голову, чтобы такое изобрести. Предлагается, наконец, нечто совсем новое. Каждый должен сочинить стихотворение, В каждой строке которого должно быть сочетание слогов. Жора. Скрепят карандаши и хмурятся лбы. Наконец время иссякло. Все по очереди читают свои шедевры. «Абжора вор арбуз украл, Из сундука там бурмажора! «Абжора!» – закричал капрал, «У жора справа будет скоро!» Или «Свежо рано утром проснулся Янак, Уж Орангутанг завозился в переднюю». Под аплодисменты ведут автора, Чья жора признана лучшей. Записывать ее в собачью книгу. Фолиант в квадратный аршин величиной, Переплетенный в пеструю кожу. Здесь все. Стихи, рисунки, жалобы, Объяснения в любви, Даже рецепты от запоя. Понемногу собака пустеет. Поэты, конечно, засиживаются дольше всех. Гумилев и Ахматова от царско-селы. Ждут утреннего поезда. Другие сидят за компанией. За компанией уже едут на вокзал По дороге на остров или Петербургскую сторону. Там в ожидании поезда пьют черный кофе. Разговор уже плохо клеится, Больше зевают. Раз так за кофеем пропустили поезд. Гумилев, очень рассердившись, зовет жандарма. «Послушайте, поезд ушел?» «Так точно!» «Бесобразие! Подать сюда жалобную книгу!» Книгу подали. И Гумилев исписал в ней с полстраницы. Потом все торжественно расписались. Кто знает, может быть, этот забавный автограф найдут когда-нибудь. Столкновения с властями вообще происходили не раз при возвращении с собаки. Однажды кто-то похвастался, что влезет на чугунного коня на Анечковом мосту. И влез. Разумеется, появился городовой. Выручил всех Цибульский. Приняв грозный вид, он стал вдруг наступать на городового. «Да ты знаешь, с кем ты имеешь дело. Да ты понимаешь ли, как смеешь дерзить обер-офицерским детям?» Вдруг заорал он на весь Невский. Страж закона струсил и отступился от обер-офицерских детей. Георгий Иванов «Бродячая собака» Мне с тобою, пьяным, весело. Смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги желтые навязок. Оба мы в страну обманную забрели и горько каемся. Но зачем улыбкой странной и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалящей Вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища И беспутного, и нежного. 1911. Париж. Настоящий, – определял Юрий Лотман, – – это вспышка еще не развернувшегося смыслового пространства. Культурный взрыв сопряжен с резким возрастанием информативности всей динамической системы мира семиозиса, мира знаков и текстов, и вне семиотической реальности. Кривая развития перескакивает здесь на совершенно новый, непредсказуемый и более сложный путь. Доминирующим элементом, который возникает в итоге взрыва и определяет будущее движение, может стать любой элемент из системы, или даже элемент из другой системы, случайно втянутый взрывом в переплетение возможностей будущего движения. Юрий Лотман, «Культура и взрыв». 18 февраля 2012 года на заседании общества ревнителей художественного слова Николай Гумилев и Сергей Городецкий заявили о своем отрицательном отношении к символизму. Там же и тогда состоялся окончательный разрыв отношений молодого мэтра цеха поэтов с идеологом дионисийства, непререкаемым авторитетом среди ревнителей художественного слова Вячеславом Ивановым. В том же году, 18 сентября, у Гумилева и Гумилевицы Сын Лев Николаевич Гумилев. Меня покинул Новолунье мой друг любимый. Ну так что ж, шутил канатное плесунье, Как ты до мая доживёшь? Ему ответила, как брату, Я не ревнула, не ропща, Но не заметит мне утрату Четыре новые плаща. Пусть страшен путь мой, пусть опасен, Ещё страшнее путь тоски, Как мой китайский зонтик красен, Натёртый мелом башмачки. Оркестр весёлая играет И улыбаются уста, Но сердце знает, сердце знает, Что ложа пятая пуста. Маябрь 1911. Царское село 1910 годы. Десятый год – год кризиса символизма, Смерти Льва Толстого и Комиссаржевской. Одиннадцатый – год китайской революции, Изменившей лицо Азии. И год блоковских записных книжек, Полных предчувствий. Кипарисовый ларец. Кто-то недавно сказал про мне, Десятые годы – самое бесцветное время. Так, вероятно, надо теперь говорить, Но я всё же ответил. Кроме всего прочего, Это время Стравинского и Блока, Анны Павлова и Скрябина, Ростовцева и Шаляпина, Мейерхольда и Дягилева. Конечно, в это, как во всякое время, Было много безвкусных людей, Например, северяне. Подозрительно также слава Брюсова, Однако тогда она уже сильно померкла. По сравнению с олиповатым первым десятилетием, Десятые годы – собранное и стройное время. Судьба остригла вторую половину И выпустила при этом много крови. Война четырнадцатого года. Кто-то другой сказал мне, Те, кого вы встречали в Париже В десятых-одиннадцатых годах, И были последние французы. Их всех убили под Верденом и на Марне. Потом я прочла это в Лё-Сурси Сартра. Хороши были и те, кто в 1917 году летом Поехали играть в теннис на крымские курорты. Они до сих пор не вернулись. Сильно затянувшийся гейм. Как страшны эти оборванные биографии! Анна Ахматова Про Домо Суо Я не любви твоей прошу. Она теперь в надёжном месте. Поверь, что я о твоей невесте Ревнивых писем не пишу. Но, мудрые, прими советы. Дай ей читать мои стихи, Дай ей хранить мои портреты, Ведь так любезны женихи. А этим дурочкам нужней Сознанье полная победы, Чем дружбы светлые беседы И память первых нежных дней. Когда же счастье о гроши, Ты проживёшь с подругой милой И до присыщенной души Всё станет сразу так постыло, В мою торжественную ночь Не приходи, тебя не знаю. И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю. 1914 Продолжение следует... Продолжение следует... В Nagpunk notice Тихо Продолжение следует... Продолжение следует...